Сторонники Бабанова раскрывать все карты не стали. Главную интригу они сохранили в тайне. Насчет конкретной даты я ничего сказать не могу. Ребек Токтовович сказал, что в ближайшее время. Его понятие в ближайшее время, это неделя или месяц, я точно сказать не могу. Но он точно сказал, что будет возвращаться. Сторонники Бабанова считают, что вернуться на родину ему ничего не мешает. Головное дело в его отношении, по их словам, полностью сфабриковано. Я могу сказать, как юрист, как представитель, что в действиях Ребек Токтововича нет никакого состава преступления. Проблемы у Ребека Токтововича начались во время предвыборной кампании. Его неосторожное выступление в Оршском микрорайоне Онадыр привело к неоднозначной реакции. Слова одного из главных кандидатов в президенты еще долго цитировали и даже рассылали в соцсетях. После выбора в отношении Бабанова завели дело. Сам он поспешил покинуть республику и объявить, что уходит из политики. Мурбека Токтововича оставили в покое, экстрадировать и сажать его в СИЗО, как и Крама Ильмиянова, не стали. В данном случае я могу сказать так, что для того, чтобы человека экстрадировать, нужны веские основания для следствия. То есть у следствия должны быть веские основания для предъявления обвинения. В настоящее время я считаю, что каких-либо оснований для предъявления обвинения в Ребек Токтововичу нет. Уголовное дело против Бабанова висит уже больше полутора лет. Адвокаты уверены, что преследовать политика за скандальное Онадырское выступление нет смысла. И все четыре экспертизы, независимо друг от друга, дают заключение, что в речи Мурбека Токтововича нет никаких признаков, которые были бы направлены на возбуждение национальной розни, которые были бы направлены на изменение конституционного устроя, на насильственный захват власти. Прекращать это уголовное дело явно не в интересах правящей группировки, считают политологи. Ведь Бабанов молод, у него много денег и сторонников. На ряду с Бабановым то, что до сих пор по страже находятся Садыр Жапаров и Мурбек Токтовов, которые могут своими действиями повлиять на политические процессы и существенным образом повлиять на политические процессы в Кыргызстане, подталкивают именно к той мысли, что действительно власть в настоящее время не заинтересована в самостоятельных политических фигурах. Дискуссия вокруг этой темы началась после декабрьского интервью Алмазбека Тамбаева телеканалу «Апрель». Экспрезидент дал понять, что давно не имеет ничего против Мурбека Бабанова. «Уже после сложения президентских полномочий в декабре и январе я говорил с Сорунбаем Джейнбековым на эту тему. Сказал, что Бабанов пошел на многое. Вот даже мандат депутатский сдал. Экспертизы есть, и надо, мол, закрывать дело». «Он согласился. В феврале и марте то же самое я говорил и председателю ГКНБ, и генеральному прокурору. Я одно тогда не понял. Президентом-то уже был другой человек. Они из уважения приходили ко мне, выслушивали меня. А команду-то уже другой человек давал». Высказаться на эту тему пришлось и Сорунбай Джейнбекову. Правда, ничего конкретного он так и не сказал. Сослался на то, что не может влиять на следствие. «Это дело возбуждено не при мне. Вы это знаете. Я же не могу просить открыть или закрыть дело. Это неправильно». А потом Джейнбеков почему-то вспомнил, что Бабанов объявил о своем уходе из политики. И тут же добавил, что политическим оппонентом его не считают. Многие заметили, что президент здесь лукавил. Бабанов, имея такие ресурсы, финансовые, людские, не может не представлять угрозу для власти. «То, что до сих пор уголовное дело висит на шее Бабанова, и в том числе на Морзахматова, подтверждает идею о том, что они действительно не ушли от политики. И более того, власть опасается, что эти люди будут заниматься активной политической деятельностью и не фарватере власти». Тем временем Бабанов уже ведет активные политические консультации. Стало известно, что он опять сошелся с давним врагом. Потом ставшим его другом Камчебеком Ташеевым встретились политики, по всей видимости, в России. В этой стране у Бабанова крупный бизнес. Карат Кадеметов, Дмитрий Толстогузов, Телеканал «Апрель».